Здарова, с вами Каска. В этом ролике я вам покажу, как можно увеличить FPS, избавиться от лагов, фризов, то есть добиться максимальной производительности от вашей видеокарты, исправить проблему с драйверами, с вылетом на рабочий стол. Независимо от вашей системы, старый ПК либо новый, необходимо очищать ключи реестра, папки и файлы, связанные с хранилищем видеодрайвера. Приятного просмотра. Для начала вам нужно узнать модель вашей видеокарты. Это сделать проще простого. Google в помощь. После этого заходим на сайт производителя. Для видеокарт от AMD, AMD.com. Для Nvidia, Nvidia.ru. На сайте AMD выбираем русский язык. Нажимаем на драйверы и поддержка. Выбираем модель вашей видеокарты и нажимаем отправить. Далее Windows. Десятка, одиннадцатая, что у вас там стоит. Нажимаем скачать на опциональные драйвера, либо рекомендованные. На сайте Nvidia нажимаем драйверы. Абсолютно все то же самое. В моем случае это 10 серия, 1080Ti и Windows 10 64-bit. Нажимаем поиск. Загрузить сейчас. Еще раз нажимаем на загрузить сейчас. Пока наши драйвера качаются, мы загрузим дисплей драйвер-унисталлер. Переходим на сайт guru3d.com. Опускаемся вниз и нажимаем на Download Mirror EU. Без разницы Нидерланды или Германия. Теперь открываем архив и перекидываем программу на рабочий стол. Два раза LKM и Extract. У нас появляется папка. Для удобства драйвер видеокарты перекидываем тоже на рабочий стол. Следующее, что нужно сделать, это отключить интернет. Справа в нижнем углу у нас есть значок монитора с патчкордом. Нажимаем PKM и открыть параметры сети и интернет. Далее, настройка параметров адаптера, PKM на Ethernet и отключить. Теперь же нам нужно перейти в безопасный режим. Это сделать очень просто. Нажимаем PKM на пуск, мышку наводим на завершение работы, зажимаем Shift и нажимаем перезагрузка. Ждем некоторое время и у нас появляется выбор действия. Выбираем поиск и устранение неисправностей. Дополнительные параметры, параметры загрузки и перезагрузить. Когда у нас на экране появятся параметры загрузки, нажимаем F4. Вуаля, мы в безопасном режиме. Находим папку DDU и ее открываем. Два раза LKM на приложении Display, Driver, Uninstaller. Нажимаем ОК и крестик. Хотя можете поставить галочку на удалить физикс, если видеокарта от Nvidia. Если от AMD, то удалить AMD Audio Bus. Тут все по желанию. Тип продукта, выбираем видеокарта и модель вашей видеокарты. Это может быть как Intel, AMD, так и Nvidia. Можем выбрать удалить и перезагрузить. Это нам как раз рекомендует данная программка. Но я выбираю удалить и выключить. Ждем примерно 30 секунд. И наш ПК выключается. После этого его запускаем. Теперь делаем установку драйверов, которые мы перед этим загрузили. Нажимаем Да. ОК. Я выбираю драйвер и GeForce Experience. И экспресс установка. Ждем около минуты. Убираем все эти галочки. И нажимаем Закрыть. Теперь ПК на рабочем столе. Панель управления Nvidia. Принимаем. Быстренько настроим нашу видеокарту. Если у вас видеокарта от AMD, то я оставлю ссылочку по настройке видеокарты от AMD. В основном это. Частота обновления. Высшая доступная. Режим низкой задержки. Ультра. Управление электропитанием. Максимальная производительность. Анизотропная оптимизация. Включить. Фильтрация текстур качества. Высокая производительность. Трилейная оптимизация. Выключаем. Нажимаем Применить. Переходим на настройки Physics. И на вкладке Процессор выбираем вашу видеокарту. Переходим на регулировка параметров цвета. Ставим галочку с настройками Nvidia. Дополнительно. Ставим Полный. Изменение разрешения. Выбираем ваше разрешение и максимальную частоту обновления. Ставим галочку на Использовать настройки цвета Nvidia. И выбираем все самое максимальное. На вкладке Регулировка параметров цвета можем слегка прибавить цветовую интенсивность. Где-то на 10-20%. Теперь снова нажимаем ПКМ на рабочем столе. Параметры экрана. Опускаемся вниз и нажимаем Доп параметры дисплея. Частота обновления. Выбираем максимальное значение. Нажимаем на свойства видео адаптера. Монитор. И тоже выбираем максимальное его значение. Теперь можем спокойно включить наш интернет. Все делаем абсолютно так же самое. Открываем GeForce Experience. Вам необходимо будет зарегистрироваться. Если у вас до сих пор нет аккаунта. Если же есть, то вводим вашу почту и пароль. После этого нажимаем Alt плюс Z. Это по дефолту открывается настройки Shadow Play. Нажимаем на шестеренку. Прямая трансляция. Убираем галочку и ставим все самое низкое. Лучшие моменты. Если вы ими не пользуетесь, то отключаем. И максимальный объем ставим на минимальный. Фото режим. То же самое. Если не используете, то отключаем. Захват видео. Длительность мгновенного повтора. Ставим на минимум. Ну и настройки конфиденциальности ставим по желанию. Удаляем наши папочки и перезагружаем ваш ПК. Как-то так. Если ролик вам показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Как говорится, до скорых встреч.